Продолжение следует... Лот номер один. Это вот такой вот микрофон. Понятно, для чего уже, да? Петличка для камеры GoPro. Ух ты, какой он! Так всё, ребята, по-солидному сделано, аж не ожидал. Ну, одного не хватает. Это колпачка шумодава. А так вообще прикольно. То есть вот такой вот крокодильчик здесь у нас. Кабель, интересно, длинный, нет? Кабель у нас ровно метра двадцать. Ну, в принципе, достаточный. Ну, почему заказывал, зачем? Потому что вот у меня здесь есть камера GoPro. Давайте её включим. Ну, и... Включим её на запись. Вот так вот, да? И сейчас звук пойдёт. Давайте я отпущу не с этой камеры звук, а звук будет из GoPro. И прислушайтесь. Слышите, да? Там куча артефактов, куча каких-то шумов. Давайте я выключу ещё свет, чтобы не гудели трансформаторы. И вот теперь будет звук, который пишет GoPro в полной тишине. То есть там присутствуют какие-то куча артефактов каких-то непонятных. И вот, вот такого качества звук писать, как понимаете, не очень. Ну, и давайте мы сейчас проверим, как изменится звук, если мы будем его писать через эту самую петличку. Ну, и будет ли он писать вообще через петличку звук. Так, так, так. Вставляем. Поехали, запись. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я думаю, что-то поменялось, да? Ну, и давайте опять же сейчас сделаем то же самое. То есть я выключу свет и запишем, скажем так, полную тишину. Мне просто самому интересно, есть ли там вот эти сейчас попискивания, или они уже отсутствуют. Не знаю. Сейчас вот нажму кнопку выключить. Потом сброшу файл на компьютер и послушаю. Ну, давайте я пока эту камеру нажму на паузу. Мне самому просто интересно, чтобы уже дальше я понимал, что у нас получилось на выходе. Работает ли этот микрофон, либо же дело не в микрофоне было. Сбросил я только что файлы, записанные GoPro в боксе и через вот этот микрофон. Ну, разница, конечно, большая и разница в пользу микрофона. Но я помню, что несколько раз я делал видео, на канале они есть, где сравнивал камеру GoPro и по картинке, и по качеству звука с аналогами китайских камер дешевых, вот аналогами GoPro, то там всегда камера GoPro была на первом месте и по картинке, по качеству записи, и по качеству записи звука. Поэтому не было там никаких артефактов. Делаю выводы, что камера пишет внутренние шумы, потому что находится в боксе. То есть, смотрите, когда мы пишем вот так вот звук, в открытой камере без какого-либо бокса, то камера пишет очень хороший звук, чистый, нет никаких шумов посторонних. Когда мы ее ставим в бокс, скажем так, в замкнутое пространство, однозначно есть у камеры какие-то свои внутренние шумы. Ну, для понимания, возьмите обычную зарядку, какой вы заряжаете, думаю, мобильный телефон, включите ее в сеть и прислушайтесь. Приложите к ней ухо, и вы услышите, что она пищит, еще какие-то там скрипы в ней раздаются. То есть, она издает по-любому звук. Здесь тоже есть микросхемы, здесь тоже есть какие-то транзисторы, тиристоры там, я не знаю, конденсаторы какие-то миниатюрные. И это все однозначно издает какой-то свой звук. Камера его не захватывает, потому что микрофон находится сверху у нас, второй микрофон для шумоподавления у нас находится опять же сбоку. И камера эти все шумы не пишет, когда мы пишем вот таким вот образом, в открытой камере. Камера пишет звук окружающей среды. Но когда мы его прячем в бокс, шумам этим деваться некуда, они несколько раз усиливаются, благодаря тому, что находятся в замкнутом пространстве. Соответственно, камера уже вынуждена принимать этот звук и писать его как звук окружающей среды. Ну, в принципе, давайте в этом убедимся. Я уверен, что это так, на 99%. Давайте я сейчас включу камеру, и мы начнем записывать звук просто вот так вот. Потом, не прекращая записи, подключим этот микрофон и увидим перепад. Я думаю, что он будет либо в лучшую сторону, либо в худшую сторону. Ну, давайте. Включаю камеру. Включил камеру GoPro. Ну и давайте для чистоты эксперимента выключим свет. Выключим свет и запишем несколько секунд тишины. Ну, полной тишины у нас не получится, потому что за бортом у нас идет дождик такой неслабый. Уже меньше, буквально минут пять назад такой хороший дождик шел. Ну и давайте подключим сразу же, не выключая камеру, подключим внешний микрофон. Будет ли разница и в какую сторону? В лучшую, либо в худшую? Подключил я сейчас микрофон, но опять давайте несколько секунд я помолчу. Я думаю, уже будет видна разница на компьютере. Так что этого будет достаточно. В принципе, ну, давайте еще раз. Ну и вот сейчас звук опять должен как-то поменяться. Возможно, будут какие-то изменения, возможно, не будет их слышно. Ну, это мы уже посмотрим, когда будем монтировать видео. Пока, я думаю, достаточно. Ну, есть один большой минус, как у камеры GoPro, так и вот у этого Panasonic, на который я снимаю сейчас видео. Этот минус называется очень плохое качество записи при съемке на улице при сильном ветре. Давайте, в принципе, GoPro я выключу. На улице при сильном ветре камера как GoPro, так и Panasonic пишет ветер, а не то, что нам хотелось бы. Наш голос там или что-то происходящее, да? Ну, как пример, давайте в уголочке ссылочку размещу на видео. Ну, дальнейшее видео будет такая небольшая видеоинструкция для будущего хозяина коптера, чтобы он его не разбил в первый день. Включаем Wi-Fi репитер. То, в общем, ситуация какая была. Я начинал записывать сразу на петличный микрофон звук, потому что знал, что ветер на улице был, сильный ветер достаточно-таки, и что сама камера Panasonic не запишет из того, что я говорю, ровным счетом ничего не будет слышно. Поэтому я писал на вот такой вот самодельный микрофон петличку звук, ну и звук получился очень даже неплохим. В тот же момент на видео, вот в данном видео, несколько там 5 или 10 секунд я пустил звук непосредственно с камеры, ну и это было, знаете, то есть шум ветра. Моего голоса слышно фактически не было. По этой причине, я думаю, что данный микрофон, если вот одеть его в такую же шапочку, да, из поролона, то будет очень замечательно выручать в плохих погодных условиях. В частности, при сильном ветре будет нормальная запись. Потому как, ну, я знаю, что ребята сюда тоже какую-то поролоновую, вот такую поролоновое колечко одевает. И тоже запись более-менее. Но, опять же, ходить с таким кольцом как-то не камильфо. В принципе, с камерой GoPro мы разобрались. Откладываем в сторону. Переходим к лоту номер 2. Вот так вот. Runcam. Экшн-камера специально разработанная для RC-моделей. Вот такая вот камера. Очень классный такой оранжевый цвет, яркий. Очень будет её легко найти в случае какого-то краша. Скажем так, да? Если квадрокоптер упадёт, то камеру будет очень просто и легко найти. Давайте мы коробочку закроем. Что здесь у нас есть? Вот так вот обозначение. Runcam версия 2. В оранжевом цвете. Made in China. Ну, как понимаете, да? Данная камера является... Китайцы её сделали как конкурент возможной всем известной камере, экшн-камере Mobius для RC-моделей. То вот китайцы выпустили свою интерпретацию. Ну, в принципе, камера должна получиться очень неплохой. Инструкция на русском языке. Да нет, конечно же, шучу. Нет здесь русского. Здесь только китайский и английский. Ну, вот кому интересно, давайте основные характеристики камеры. Вот так вот зафиксировал. Кому интересно, нажимайте на паузу. Можете посмотреть. Угол обзора 120 градусов. Разрешение фото 4 мегапикселя. Моделька Runcam S2. Вот, видите, да? S2. Ну, её ещё нет, я так понимаю. Потому что я не видел такое. То там будет уже 16 мегапикселей. Разрешение фото. Видео. Разрешение 1440. 30 кадров в секунду пишет камера. Видео Full HD 1080p. 60 кадров в секунду. И HD. Качество 720p. Камера пишет 120 FPS. Видео файл исходный у нас получится в формате Move. Камера выдаёт. Есть micro USB. Вот он, micro USB. Для подключения камеры как зарядному устройству, так я так понимаю, синхронизации с компьютером, так и для подключения камеры FPV. То есть, понимаем, да, что можно по ней летать. Потому как видеовыход у нас есть. И для подключения всё здесь наверняка есть. Ну, сейчас посмотрим. Длина камеры 66 мм. Ширина камеры 38 мм. Толщина 21 мм. Ёмкость батареи 850 мАч. USB вход от 5 В до 17 В. Можно заряжать любым зарядным устройством. Вес батареи 49 грамм. И вес самой камеры 35 грамм. Без батареи. Ну, в принципе, камера такая, реально очень лёгкая. Ладно, давайте перейдём к комплектации. В комплектацию у нас входит 3М-скотч. Не просто 3М-скотч, а на липучке, видите, да? То есть, можно прилепить одну липучку сюда, допустим, вторую липучку, ну, я не знаю, непосредственно, может быть, на квадрокоптер, да, вот сюда на площадочку. И ставить и снимать очень просто тогда будет. Также есть вот таких вот липучки типа Валкра, для того, чтобы вот на этой самой площадке, да, можно было зафиксировать без каких-либо дополнительных приспособлений. Камеру просто мы две стяжки перетягиваем, и вот у нас уже, как бы, камера готова к полёту. Давайте мы плёнку эту снимем. Ого, приклеено жёстко так. Плёночку мы эту снимем, чем бы протереть. Не люблю плёнки. В общем, следы всё равно остаются от микрофибры. Нужно будет протереть специальным карандашом линзу потом. Ну, да, это ладно. Поехали дальше. Здесь у нас по комплектации, что мы имеем дальше. Безель. Ну, безель это на фонариках. Вот так вот, запасной безель. Ну, не безель, как же это на камерах называется, по-моему, бленда, да, на объективах это называется, защитное вот приспособление. То есть при крашах, при падениях каких-то. У нас вот есть четыре зуба, как на шапке у Туры. Четыре зуба, которые не дадут нам повредить саму линзу. То есть защищают линзу. Ну, и так как камера экшн для квадрокоптеров, для RC-моделей, для самолётов, у нас безель положили, ребята, запасной бленду. Да, давайте будем называть вещи правильно. Потому что сейчас набежит пуч от роли и будет кричать, русик, безель, это на фонаре. Ну, в принципе, функция, да, та же самая. Защитить линзу или стекло от повреждений. Так, здесь это что у нас? Угу, я понял. Вот так вот. Здесь у нас камера из двух частей состоит. Есть такой вот посередине стыковочный паз. на крышке вот этой вот, на креплении, есть тоже, видите, раз, два, три, четыре. Пазика, и вот она сюда входит. Очень плотно входит, я скажу вам, ребята. Прям сильно вот. Плотненько так входит. Класс. Держится чётко. Никаких люфтов, ни намёка на люфт даже. Ого, снимается тоже очень-очень сильно плотно. Я бы даже сказал, чересчур плотно. То есть, если мы хотим, мы можем прикрутить непосредственно вот эту вот площадку крепёжную на квадрокоптер, зафиксировать её каким-либо образом, и дальше уже ставить и снимать камеру будет намного проще. То есть, это всё будет автономно, очень классно. Здесь у нас... Ага, вот так вот, наверное, да? Да, прикольная штука. То есть, как она снимается теперь? Ага, вот так вот. То есть, на эту же площадку ставится дополнительное крепление. 1,4 дюйма. То есть, на обычный штатив, я не знаю, там, допустим, на селфи-палку. Давайте попробуем накрутить. На селфи-палку зафиксировали и без проблем абсолютно. На штатив куда угодно. Вот раз, и мы можем уже идти себя снимать там где-то в дороге. Если вы планируете путешествовать и снимать, скажем так, влоги, или как это называется, да, то тоже удобно. Камера очень лёгкая, в принципе. Поэтому давайте, что-таки, для начала мы её сравним с камерой GoPro. Потому как вот так вот мы сейчас аккумулятор вставим. Ну, давайте без аккумулятора и с аккумулятором сейчас взвесим их. Взвесим обе камеры. Ну, во-первых, GoPro жалко. То есть, ставить её на квадрокоптер, жалко. Жалко, что упадёт, жалко, что улетит. Поэтому камера не дешёвая. Поэтому была заказана вот такая камера, которая, по идее, даже легче будет. Будет легче, чем камера GoPro. Ну, и, соответственно, её потерять даже не так жалко. Ну, и кроме того, что жалко, её потерять будет намного сложнее. Потому что GoPro найти, я не знаю, там где-то на земле, да, чёрную, очень сложно. Оранжевая камера, класс. То есть, в траве, на земле, на чернозёме, на глине, в песке, ну, в любом, скажем так, грунте, на любом грунте она будет резать глаз и потерять её. Ну, фактически невозможно пропустить её. То есть, если у нас квадрокоптер упал, камера, ну, как правило, на метр там отлетает недалеко, да, и вот возле квадрика мы её найдём абсолютно без проблем. Так, весы у нас вроде как обнулились. Пробуем взвесить камеру без аккумулятора. 34,8 грамма. Здесь у нас заявлено 35 грамм. Даже на 0,2 меньше. Камера GoPro без аккумулятора. 48,5 грамма. Ну, ребята, конечно, тяжелее. Аккумулятор от GoPro отдельно, давайте взвесим. 25,2 грамма. И аккумулятор от Runcam. 14,8 грамма. Ага, это вес с батареей у нас записан и вес без батареи, потому как я прочитал вначале, я понял, что аккумулятор тяжелее самой камеры. Видите, ошибочка вышла. Так, в принципе, с весом разобрались. Весы можно убирать. Поехали дальше. По аккумулятору у GoPro у нас емкость 1180 мАч. Сейчас у Runcam у нас 850 мАч. То есть аккумулятор явно поменьше. Вот по габаритам давайте. Они в высоту одинаковые. Он здесь уже сразу тоньше. С этой стороны переворачиваем. Вот так вот я поровняю. Он тоньше. Ну, соответственно, емкость у него конкретно так поменьше будет. Ну, с аккумулятором смысла я не вижу уже взвешивать. Поэтому давайте попробуем. Написано сюда. То есть написано, что сдергивать туда. Там SD у нас и карточку. И аккумулятор сюда же вставить. Очень так неохотно. Защёлка прям такая конкретная. Аккумулятор вставляем. Так, аккумулятор вставляется у нас вот таким вот образом. Вставили аккумулятор. Нужна карточка. Карточки у меня свободной нет. Поэтому мы сейчас вытащим вот эту карту памяти. Форматировать я карточку не буду. Будем надеяться, что камера не сотрёт тот файл, который мы записали последний на камеру GoPro. Вот так вот. Ну, в принципе, вот и всё. Так, теперь бы неплохо было бы всё-таки протереть. Протереть линзу. Потому как линза действительно вся в каких-то мелких-мелких пылинках. Ладно, давайте я сейчас протру линзу чем-то таким, на чём ворса меньше всего. Ну вот, в принципе, и всё. Линза наша чистенькая. Давайте попробуем включить камеру. Длинным тапом, очевидно, да? Да. Длинным тапом по кнопке камера включается. Появляется индикация по типу, как у камер Xiaomi. Ну и вторая кнопка отвечает, как понимаете, за Wi-Fi. У органов управления у нас не так уж много, только две кнопки. Ну давайте попробуем включить камеру на запись. Вот сейчас камера уже пишет. Ну, если помните, да, тут только что на камеру GoPro мы снимали с этого же ракурса, поэтому у вас есть сейчас возможность сравнить, как пишет GoPro, как пишет картинку, как пишет звук. Я этого ещё пока не видел. Настройки у нас в камере стандартные. Я не знаю, какие там настройки. Для того, чтобы поменять настройки, я так понял, что нужно, как Xiaomi, подключать через Wi-Fi программку. Сейчас я её скачаю с Play Market. Я так надеюсь, всё на что там есть. И уже установим настройки. Потому как, ну, двумя кнопками, понимаете, настройки не получится выставить те или иные. Нам придётся скачивать программку. Ну, и что я сейчас хочу сделать? Сейчас хочу сделать следующее. Так как на улице у нас дождик, вы видели уже. Ставлю камеру на зарядку. С полчасика она пускай зарядится. Скачаю программку, поставлю Full HD настроечки, 60 кадров в секунду. Ну, и хотелось бы, конечно, полетать на квадрокоптере, поставить камеру на квадрик и полетать. Но погода у нас нелётная, поэтому возьму две камеры, GoPro и Runcam, поставлю на торпедо в машину. Ну, и в качестве, скажем так, авторегистратора мы их проверим, потому как на улице бегать под дождиком мне тоже не очень охота с двумя камерами открытыми. Поэтому прокатимся на машине. Ну, в принципе, наверное, пока всё. Данную камеру выключаю. Так что, как-то так. Посмотрю я картинку, видео, звук сравним уже, я сравню уже, когда буду монтировать видео. Дальше. Дальше поехали по комплектации. У нас запасной безель, так называемый, да, или бленда. То есть, предполагается, что камера данная будет по большей своей части находиться вот здесь вот. Краши, падения. Поэтому ребята думают, что всё-таки вот эти зубья рано или поздно мы сломаем, как голова у Туры, да, помните? У шахматной фигуры. То положили заботливо нам запасной безель, или бленду в комплект. Ну, это очень хорошо. Дальше. Ну, на квадрокоптере я бы не стал использовать данную штуку, потому как она всё-таки имеет вес, а вес на квадрике будет очень критичен. Если это будет какая-то радиоуправляемая машинка, там, либо, я не знаю, скатер, либо большой какой-то самолёт, то, конечно, можно вот с этой историей, то есть, она тут весит очень мало. 3М-скотч, здесь у нас есть такой темлячок, куда его цеплять интересно только. Ага, вот здесь у нас есть отверстие, ребята, как зацепиться за него можно легко, то есть, продеть сюда одну часть темлячка, вторую часть примотать непосредственно к квадрокоптеру, да, если мы вот здесь где-то за болтик зацепим её, то при краша, при краша у нас камера далеко не отлетит, а повиснет вот на этой самой верёвке типа темляк. Ну, как бы, в принципе, ну, такой вариант, знаете, китайцы предполагают, что будут люди пользоваться, почему бы и нет. Удобно, если будете пользоваться, то да. Кобелёк для подключения камеры к видеопередатчику, я так понимаю, что вот они у нас два, жёлтый и чёрный, жёлтый и чёрный как-то коннектятся здесь, вот так вот, да, жёлтый к жёлтому, чёрный к чёрному. Это идёт на передатчик, а это идёт на саму камеру, вот так вот подключается, да, вот таким вот вот образом. Ну, и здесь, естественно, плюс с минусом, то есть, в принципе, я так понимаю, что камеру можно запитать как от аккумулятора встроенного, так и от аккумулятора устройства, на котором она будет установлена. То есть, от квадрика, если у вас достаточно мощный аккумулятор, то можно этот аккумулятор просто выбросить, и камера, соответственно, похудеет у нас там на, уже не помню, сколько грамм. В принципе, в принципе, вот так вот, ну, тоже маленький такой кабель, но очень толстый, то есть, очень неплохого сечения. Я так подозреваю, что данный кабель перекочует ко мне в автомобиль, потому что в машине у меня реально очень тонкий такой кабелечек для зарядки мобильного телефона в автомобиле. Очень тонкий кабель и заряжается, соответственно, мобильник очень долго. В принципе, в принципе, все. Ну и пока камера у нас подзаряжается, я скачал программку в Play Market румкам, она так и называется. Давайте подключимся. Пароль от 1 до 0 показывает, видите, да, вот здесь в уголочке заряд аккумулятора. Сейчас, ну, уже чуть-чуть, две палочки есть, вот он, батарейка. Чуть-чуть подзарядился аккумулятор. давайте еще немножко подзарядим, потому как непонятно, через сколько он сядет. То есть, ну, по настройкам. Давайте вкратце так. Частота 50 Гц, штамп даты есть, форматировать можно карточку отсюда, восстановить настройки по умолчанию. По настройкам, помните, да, здесь у нас ребята писали, что по видео, 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 вот у нас видео, 1440 на 30 кадров в секунду. Ну, ребята, извините, но здесь нету. То есть, здесь есть у нас Full HD и есть HD качество. Все. 1440 у нас качества нет, есть просто 30 кадров в секунду здесь, да, Full HD 1920 на 1080 и 1280 на 720 60 кадров в секунду. Все. Вот. Вот так вот. В общем, дурят китайцы у нас немножко. Заявлено у нас три режима, да, по видеосъемке. Три разных разрешения и три разных FPS, но этого мы не видим. Можно посмотреть, что у нас здесь есть, что мы сняли. Ну, у меня здесь ничего нет снятого. Удалил я кадр, который здесь был. давайте, в принципе, что-то запишем. Вот видите, да? Камера двигается. Сейчас я на себя вот так покажу. Вот так вот у меня камера висит на потолке. Прикольно. Хватит. Ну, и давайте посмотрим, что у нас здесь. Прогружается файлик. И пошла запись. Раз. Теперь можно её здесь удалить. В принципе, ждём, пока зарядится камера и поедем. по настройкам. Ну, примитивные настройки здесь так же, как и в Xiaomi, можно переставлять режим фото, режим видео вот этой кнопочкой Wi-Fi. Ну, естественно, включать и выключать Wi-Fi. То есть, в принципе, то же самое. Мне почему-то кажется, что одна и та же компания это всё производит, просто под разными названиями, типа, как под разными брендами. Ждём, пока зарядится батарейка и едем, прокатимся на автомобиле. Ну, что, народ, обе камеры параллельно, то есть, смотрят они в одном и том же направлении. Поехали, провезу вас по городу нашему, Южноукраинску, ну, показать вам. Ну, давайте покажу вам дороги наши. Может быть, кроме вас посмотрит кто-то ещё из руководства города наши дороги, потому как, ну, судя по их состоянию, они ими не пользуются. Может быть, хоть на YouTube увидят. Поехали. Ну, и забыл сказать, добавлю немножко музычки сейчас, чтобы вы понимали вот по качеству записи. Как пишет камера та и как пишет камера другая. Поехали. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, в общем, я думаю, этого достаточно, да? Для того, чтобы сделать выводы по поводу камеры одной и второй. Ну, понимаете, да, что у GoPro как бы проблем с этим нет. Сейчас приеду домой, включу, посмотрю, чего же там нам записала камера RUNCAM. Ну, в принципе, на сегодня все. Делайте свои выводы. Я свои выводы сделаю сейчас, когда увижу материал. Все. Пока-пока. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова